Мы на прошлом собрании говорили о Божьей милости, о Божьей благодати, о том, что совершает благодать Божья в нашей жизни. И когда я молился и готовился к этому собранию, я просто почувствовал, что мы с вами должны продолжить эту тему о благодати. И я хотел бы вам показать еще одну грань Божьей благодати. Я верю, что это очень важная, очень интересная грань. И самое главное, она необходима для каждого из нас. И вначале давайте с вами откроем второе послание Коринфянам 11 главу, где апостол Павел немного рассказывает о своем служении. Как бы свидетельствует о своей работе. И в 11 главе 2 послания Коринфянам давайте прочитаем с вами 17 стиха. Причем я хочу вам прочитать этот отрывок не по синодальному переводу, а по современному переводу. Потому что вот сам характер современного перевода больше соответствует тому, что писал апостол Павел. Дело в том, что в свое время исследователи Библии были очень удивлены. Даже считали, что послания Нового Завета написаны каким-то особым языком. В действительности оказалось, что никакого особого языка не было. Просто-напросто послания написаны разговорным языком. То есть на том языке, на котором люди не столько как бы писали, сколько общались. То есть это простой разговорный язык. И поэтому, когда мы с вами сейчас читаем послание апостола Павла, у нас в синодальном переводе эти послания не написаны на понятном языке, на котором мы с вами вот общаемся в повседневности. У нас синодальный перевод, которому уже более ста лет. И где такие слова «ибо»? Вот кто из нас в разговорной речи использует «ибо»? Например, «дорогая, вытри стол, ибо грязно». Ну, мы не говорим так, да? Некоторые слова, например, там «покебытие», да? А в «покебытие», да? Вот что такое «покебытие»? Для молодежи это мало понятно даже. Не то, что мы на этом эти слова не используем, да? Мы используем много слов там. Хэштег, например. Ну, хэштега нет в Библии. А «покебытие» мы не используем, но оно есть в Библии там. Или «толика спасения», да? А «толиком спасения»? Думаешь, что за «толика», что за «спасение», да? Как бы у нас «толиком», но тоже мы не используем. Вот поэтому мне очень нравится современный перевод. Многое переводят как разговорный. Причем для меня лично поначалу было очень сложно читать современный перевод, потому что мы же привыкли вот к этим красивым, может быть, неразговорным, неиспользуемым в обычной жизни, но красивым словам синодального перевода. И ты читаешь, и ты понимаешь, мы так не разговариваем, так только Господь разговаривает. Ну, или, наверное, святые апостолы так еще разговаривают. Вот на таком языке «ибо» там и прочее, прочее. Вот мы как-то так по-простому говорим, а там вот это как написано духовным языком. И поэтому для меня современный перевод был тяжелым поначалу, потому что, ну, я думаю, как-то простовато слишком, как-то вот рисковато иногда даже кажется. Бывало, вот у тех, кто читал впервые современный перевод, как-то, ну, немножко как-то вот мы помним, как по синодальному красиво сказано. Там так красиво, что даже неважно, о чем говорится. Просто сама мелодия вот этих стихов уже красиво. Уже процитировал, и даже понимать не нужно. Уже само по себе как-то здорово, да? Красиво сказал, да? Вот. А в современном никакой такой красивости, вот никаких вот покибытий нету. А очень-таки довольно простым, народным, иногда рисковатым языком написано. Но что важно понять, именно так и были написаны послания. Понимаете? Именно так они и были написаны. И вот поэтому я прочитаю по современному переводу, а кто, можете следить по синодальному, там как раз на экранах выведу синодальный перевод. И вот смотрите, 17 стих, 11 глава, 2 послание Коринфянам. Апостол Павел пишет о себе. То, что я сейчас скажу, конечно, не от Господа. Как у нас написано? То, что скажу, то скажу не в Господе. А вот тут он в современном понимании. То, что я вам скажу, скажу не от Господа. Вот представьте себе, однажды вот ты приходишь на собрание, я выхожу проповедовать, я говорю, сегодня я вам буду говорить не от Господа. Ну от себя-то можно хотя бы одну проповедь? Скажешь, как пастор, мы тут пришли от Господа, не от тебя, слушай. Мы иногда так разделяем, вот я, там, Господь. Я поисклю дальше, что я имею в виду. То, что я сейчас скажу, конечно, не от Господа. В этой затее с хвастовством я буду говорить словно дурак. У нас красиво. При такой отважности на похвалу. Да, вот кто из нас говорит, сейчас я скажу как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как бы красиво, но о чем ты говоришь, непонятно. Вот. А у нас в современном понятно. В этой затее с хвастовством я буду говорить словно дурак. У нас только попробуй дурак, скажи, о, там написано, кто скажет дурак. Ну ничего, Павел про себя говорил. Словно дурак. Раз многие считают допустимым хвалиться, то это делают люди этого мира, как это делают люди этого мира. Похвалюсь и я. Вы же такие мудрые. И с удовольствием терпите дураков. Терпите. Терпите, когда вас закабаляют, когда обирают, когда вами помыкают, когда чванятся, когда угощают пощечинами. Вот интересно, смотрите, апостол Павел это все писал в первой церкви, которая готова терпеть, когда закабаляют, обирают, помыкают, чванятся. Интересно, что точно так же происходит в современной церкви. Современная церковь с удовольствием терпит, когда ее обирают. Сколько сегодня таких проповедей, я вообще удивляюсь, конца края им нет, когда там проповедники говорят, если кто-то сейчас пожертвует по тысяче долларов, Бог сейчас особо благословение зальет. А кто пожертвует две тысячи, за того я лично помолюсь. А если пожертвуешь десять тысяч, можешь полчаса выйти на сцену и говорить, все же тебе в голову вздумается. То есть вот такие интересные призывы, связанные с Божьими благословениями, которые вот так вот со стороны посмотришь, вы знаете, иногда неверующие люди мудрее, чем верующие. Об этом даже в Библии говорится, что порой люди века сего мудрее, чем сынов царства, да? Потому что сыны царства сразу понимают, это же разводка. А верующие думают, о, ну мне сейчас Бог благословит, если я пожертвую. И сидят с такими лицами, да? То есть оббирается, чванство, когда там какие-то чванства, там какие-то проповедники приезжают, говорят, вот там мы служили, десять тысяч покаялась, хотя там десять тысяч подняли руки, там никто и о покаянии речи не идет, да? Ну вот очень много похвалебы, вот какой-то поверхностности, вот какие-то великие дела для Господа, исцеления великие, там такие рассказы, а потом оказывается, что человек, который свидетельствовал там о великом исцелении от рака, через месяц умирает. Об этом, конечно, не говорят, потому что передачу-то сняли о том, как он исцелился, или какая-нибудь там семья встала с коляски, а потом эта женщина лежит парализована, но об этом никто не говорит, потому что мы почему-то очень падки вот на такие вот поверхностные лживые вещи. Мы их терпим, мы их терпим. Хотя, по идее, нужно вставать и уходить. Чего терпеть? Ну как так? Это же... Терпите, когда вас закабаляют, когда обирают, когда вами помыкают, когда чванятся, когда угощают пощечинами. То есть люди готовы очень много глупостей терпеть, а при этом то, что бы надо потерпеть, они порой не терпят, да? К стыду своему признаюсь, тут мы, как видно, оказались слабоваты. Дай Бог, чтобы... Вот я думаю, чтобы я всегда, как пастор, оказался слабоват в том, чтобы закабалять, обирать, помыкать и чваниться. Дай Бог, чтобы у нас была слабость всегда вот на такое. Не хватало сил, вот только хочу почваниться. Ослабел и не смог. Только хотел кого-нибудь обобрать, не получилось. Пусть кто угодно претендует на что угодно, продолжает апостол Павел. Я все еще говорю, как глупец, я претендую на то же. Они иудеи, и я. Израильтяне, и я. Потомки Авраама, и я. Служители Христовы, может, я в уме помешался, но все же я говорю, я больше. Больше изнурял себя трудами, больше был в тюрьмах, бит без счета, не раз смотрел смерти в глаза, пять раз получал по тридцать девять ударов плетью от иудеев, трижды меня били палками римляне, однажды побит камнями, трижды терпел кораблекрушение, и сутки провел в открытом море. Я постоянно в пути, постоянно в опасности, от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, от язычников, опасности в городах, в безлюдных местах, в море, от лжебратьев, изнурительный труд, бессонные ночи, голод и жажда, жизнь в проголодь, холод и нагота. И вот апостол Павел говорит о том, что ему пришлось в своей жизни претерпеть. И, конечно, когда мы читаем вот этот список того, что претерпел апостол Павел, мы так в благоговении замолкаем, потому что мы понимаем, что даже вот если я смотрю на все проблемы, которые у меня были за 25 лет служения, ну думаю, ну какие там проблемы? Ну по телефону звонили, говорили, готовьте белые тапочки, были такие, да? Люди рисовали мои плакаты с рогами и говорили, убирайся с России и прочее, было такое, да? То есть какие-то люди хотели меня побить, какие-то пытались даже побить. Вот, было такое. Кто-то там был чем-то недоволен, было такое. Однажды, помните, когда мы были в Доме техники, я проповедовал, это еще было первая половина 90-х годов, и Белое Братство прибежало и забежало на сцену и хотело меня схватить, а я так был в жаре проповеди, что не обращил внимания, только прочувствовал, как будто ветер сзади. Я повернулся и увидел, как служба порядка утаскивает этих лжебратьев со сцены, белых братьев, сцены такие в белых одеждах. Помните, там Мария Деви Христос у них были? Вот такие. Я, честно говоря, не уверен, утащила бы сейчас служба порядка этих людей, если бы они к нам пришли. Как-то в то время мы как-то были по подготовленнее. 90-е годы были. Но даже если я соберу вот все, что мне пришлось претерпеть, вот эти наговоры, какие-то обвинения, какие-то там угрозы, все это, ну, прямо скажем, не идет ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить апостолу Павлу. Но я хотел бы обратить ваше внимание именно не на эти стихи, о том, что он претерпел, пережил, с чем он столкнулся. А я хочу ваше обратить внимание на 28-й стих, причем, знаете, после всего вышеперечисленного на 28-м стихе вообще как-то не концентрируешься, он не привлекает внимания. Вообще кажется, что это какой-то такой, я бы сказал, проходной стих. Я вот тоже прочитаю его по современному переводу. И кроме всего этого, и того, что я не перечисляю, вот кроме всего этого, и того, что там еще какие-то вещи были, еще каждодневный груз забот обо всех церквах. Я вот даже сегодняшнюю проповедь вот назвал словами из 28-го стиха «Каждодневный груз забот». Кто-то ослабевает, «Разве я не слабею?» Кто-то спотыкается и падает, «Разве я весь не горю?» Если все-таки над чем-то похвалиться, если есть, все-таки надо чем-то похвалиться, похвалюсь тем, в чем видна моя слабость. И вот вы знаете, думаю, ни у кого из нас не было практически вот тех вещей, которые было. Может быть, даже если у кого-то и было какое-то несчастье, скажешь, «О, пастор, я тут чуть не утонул». Вот все, о чем говорит апостол Павел, ну нет такой судьбы на этом месте, чтобы у вас были все проблемы, о которых перечисляет апостол Павел. Но вот то, о чем он говорит в 28-м стихе, вот с этим сталкиваемся мы. Кроме всего этого, что я перечисляю, «Каждодневный груз забот». То есть то, что мы называем рутина повседневности. Иногда возникает ощущение, что мы всю жизнь к чему-то готовимся, к чему-то важному, к каким-то великим свершениям, сражениям, боям. И вот мы собираемся, мы тренируемся, мы готовимся к этим великим боям, которые должны, мы должны их вот совершить на этой земле, вот эти подвиги или еще что-то такое. Этому способствуют все, как бы, сказки, которые мы с вами читаем в детстве, о том, что есть какая-то великая проблема, да, вот есть враги, какая-нибудь коварная, хитрая баба-яга, или там какой-нибудь дракон, заточивший принцессу в башню неприступного замка, или кощей бессмертный, у которого смерть так сильно запрятана, что просто беда не найдешь, да. И вот эти враги, и мы должны готовиться, мы должны готовиться, мы должны оснащаться. И вот в сказках показано, что вот мы должны оснащаться, готовиться, и там меч-кладенец, там ковер-самолет, сапоги-скороходы, да, вот куча, куча вот всяких вещей. Я даже специально попросил Мишу, чтобы он принес немного, вот, можно мне сапоги, дай мне сапоги. Сапоги. Скоро елки мне сапоги принесли. Вот смотри. И вот мы готовимся к великим свершениям. Ботинки обычные, какие бы и хорошие не были, не подойдут, это обычные ботинки. Нам нужно вот какие-то вот сапоги-скороходы, чтобы быстрее все. И дай, и дай еще мне ковер-самолет, ковер-самолет. Вот, ковер-самолет, спасибо. Вот. И вот, ковер-самолет у тебя, да? И ты готовишься, там, меч-колоденец. Меч-колоденец. Вот. Ну и, наконец, дай шапку-невидимку давай. Да, давай, мне нету рук уже, я не шива же, чтобы у меня все. Вот. И ты вот такой, вот. Ну и, а что вы, а что вы смеетесь? У меня же шапка-невидимка. Вы как бы сквозь меня смотрите, и вам непонятно где, куда я девался, да? По голосу я здесь. Вот. И ты вот готовишься вот к такому сражению, думаешь, все, я вот сейчас вот, мне только вот этого вот, дайте этого, этого змея Горыныча, я ему просто все порубаю, все, все бошки подрублю, там самую красивую принцессу, освобожу, и мы с ней женимся, и как всегда в сказке, да, и кончается, вот он женится на принцессе, ему полцарства дают, да, и кончается, и стали они жить, пожевать и добра наживать. Вот. И вот мы готовимся вот к этим великим каким-то свершениям, великим победам. Я вот вам честно скажу, вот всяких видал людей в своей жизни, и женщин всяких, но Бабу-Ягу не встречал. Не встречал. Некоторые были похожи, но все равно нет. Но не могу так сказать, что Баба-Яга. Всякие вещи в жизни были, всякое хотел, но вот не видал. А люди вот настроены, что мы вот такие должны быть. Давай. И вот что вот все в жизни так совершается. Потому что повседневная работа, это же как-то вот неинтересно, это же как-то скучно. Ну, каждый день там ходишь на работу, и хочется вот что-то вот, подвиг какой-то свершить, хочется что-то такое великое сделать, вот что-то вот такое потрясающее. Вот. И люди думают, а где же вот это потрясающее найти? Иногда люди думают, что вот, 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 где-то вот, вот мы же христиане, вот в церкви, вот там настоящая жизнь, да? И вот выходит Миша в конце собрания, и делает объявление. У нас набор в волонтерский отдел, что вот вы можете не только жертвовать там ваши финансы, или еще что-то такое, вы можете жертвовать ваше время, ваш труд, пусть прийти и помочь в работе церкви. И некоторые думают, а ну вот, наверное, вот это и есть, вот то, чего я всю жизнь-то ждал. Вот это настоящая, вот эта работа, вот этот труд, ради которого я готовился все это время. И они думают, вот у нас церковь, мы так все собираемся утром, беремся за руки, и пастор говорит, сегодня бесы окружили нас, мы должны отрубить голову главному бесу, и мы начинаем там молиться. И вот, и они думают, что все какие-то вещи, и вот мы, какие-то свершения, эти чудеса, они приходят, а их садят и дают эти папки, какие-то письма писать, там что-то разбирать, что-то прибирать, что-то мыть. И они думают, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У меня повседневности в жизни хватает, я в церковь не для этого пришел. Я тут пришел, чтобы, ого-го, что-то вот такое, а тут, а тут какая-то ежедневность, и надо это сделать, и там сделать, а пастор, это не просто какой-то вот молитвенный воин, как в церкви, и он думает, что я приду в церковь с утра, и то, что пастор делает по воскресеньям, я буду каждый день слушать. А пастор пришел такой, говорит, дайте мне кофе, всем быстро работать. с такой недуховностью ты был не готов столкнуться. Ты не готов был столкнуться. Ты-то вот пришел в церковь, вот уже, пришел, ты готов уже, ты вот наконец-то, наконец-то вот этот деньник-то настал, а тут все как-то не так. И многие вещи, то, что в жизни происходит, люди не ожидают, вот думаешь, вот там создам семью, такая любовь, и будет свершение, и мы будем там на пиках славы. А начинается семейная жизнь, и вдруг ты замечаешь, что вот вместо каких-то таких водоворотов любви, там какие-то претензии о разбросанных носках, которые надо, видите ли, убирать каждый день, да? Ты создал семью, не чтобы носки убирать. Правильно? Ты создал семью не для того, чтобы у тебя появился человек, который бы говорил о всех твоих неубранных носках. Правильно? Ты не для этого создавал семью, ты создавал семью для великой любви. А получилось, что рядом с тобой есть люди, которые все время говорят тебе о твоих недостатках и указывают, что тебе нужно делать, и это вообще негероические вещи, потому что, ну ты же не можешь, вот у нас, вот мы молимся за нужды, свидетельства, да? Никогда не бывало, что кто-то приходит, говорит, братья, у меня свидетельства, я убрал вчера все носки свои. Аллилуйя. Возрадуемся в Господе, прославим Творца, да? Ты сидишь и думаешь, ну а что тут такого великого-то, да? Ты вот нам давай покажи, вот как ты змеюке голову поотрубал, как мертвых воскресил, вот это вот нас интересует, брат. А то, что ты там носки убрал, или еще что-то там, или что в конце концов твои дети там пол на кухне помыли, ну это как-то, это не так интересно. И получается, знаешь, семья, это не как ты думал, подвиги ради прекрасной дамы, а какой-то вот постоянный, постоянный труд, постоянный труд. Точно так же, когда помню, вот приезжают, помните, Россия без сирот к нам приезжала, служение. И вот вы знаете, вот есть вот в таких собраниях, которые мы проводим, есть плюсы, а есть минусы. Плюсы в том, что, конечно же, эти собрания вдохновляют что-то делать, детей усыновлять, но в то же самое время, когда проходят такие собрания, люди рассказывают о каких-то уникальных, ярких моментах, что вот там, вот так было, и такое чудо Бог совершил, и ты так сильно вдохновился, думаешь, ого-го, я тут сейчас чудесно совершаю, я сейчас как-то детей тут усыновляю, иду тут, дьявол, ого-го, держись. И потом начинаешь этим заниматься, этой сферой, сталкиваешься с проблемами, и ты вдруг понимаешь, что оказывается, там усыновление детей, это не просто там крутые свидетельства со сцены, а это ежедневный, мало, когда не расскажешь об этом всем, потому что там что рассказывать-то, но это ежедневный труд, заботы, проблемы, вот постоянно нужно сказать по несколько раз, вот сделай то, сделай то, столько вот этой рутины всевозможной, столько рутины, и люди бросают, думают, да ну, да ну, я тут думал, вот это как на сцене будет, как вот этот рассказ на собрании «Россия без сирот», я буду одним из историй, а тут ничего яркого, ничего такого особенного, а просто постоянный, ежедневный труд, сложности, ежедневные, не Змеи Горыныча, а небольшие, но постоянные, заботы и сложности, заботы и сложности, вроде бы все переделал, а завтра новые заботы и сложности, поэтому так мало людей занимается сегодня творчеством, хотя по идее, ведь все мы подобны нашему Господу, а Бог наш творец, но мы часто думаем, что вот творчество, это вот, вот пришло к тебе вдохновение, ты такой вау, и начинаешь писать, то Евгения Онегина, то былое Едумы, то братьев Карамазовых, кто еще каких-нибудь, и все, все у тебя идут, вот это творчество, а начинаешь заниматься, и ты вдруг понимаешь, что вот этого вот всего, вот там нет, что это постоянный труд, как недаром говорят, что творческие люди, это которые замечают то, что как бы другие не замечают, вот все прошли, и не заметили, а один прошел и заметил, и вот знаете, я вам скажу, когда мне приходилось писать книги, или даже когда работаешь над проповедями, вдруг приходит какая-то мысль, и она обычно приходит, вот в такие моменты, но не самые удачные, там идешь где-нибудь по улице, или кого-нибудь в магазин зашел, и раз, пришла какая-то мысль, да, и надо ее записать, потому что недаром говорят, что бледные чернила, лучше всякой блестящей памяти, и тебе кажется, что такая яркая мысль, ты ее запомнишь навсегда, а пройдет час, ты даже не вспомнишь о том, что тебе эта мысль приходила, и вот знаете, вот как раньше я делал, достать блокнот и записать ее, или сейчас вот можно достать телефон, да, и в нем там есть записные книжки, и там записать, вот это же нужно достать, открыть, начать формулировать, что в этом великого, вот у меня сколько было таких блокнотиков, где я все время что-то записывал, 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 какие-то мысли, какие-то мысли, и не факт, что ты их даже еще используешь когда-нибудь, но ты все равно записываешь, и тебе не хочется это записывать, особенно, знаете, вот есть такие моменты, почему-то часто интересные мысли, и вообще идеи приходят, вот на границе бодрствования и сна, вот когда ты засыпаешь, и ты вроде бы еще не заснул, но уже засыпаешь, и вдруг в этот момент к тебе интересные приходят мысли, приходят интересные идеи, и ты уже засыпая думаешь, вау, какая интересная мысль, вау, какая идея, и ты думаешь, надо бы вот встать сейчас и записать ее, но ты уже почти уснул, или тебе вообще не хочется вставать и записывать, и там еще где-то внутри такой голосок тебе говорит, ничего, это такая великая мысль, утром встанешь и запишешь, а утром просыпаешься, или вообще не помнишь, что какая-то мысль приходила, или помнишь, что что-то было, но что, не помнишь. И вот вы знаете, вот заставить себя, я же не приду в церковь и не скажу, знаете, братья и сестры, вчера мне пришла мысль, я так хотел спать, но я справился, я встал и записал ее, аллилуйя. Ну скажешь, ну, Виктор, а что вы там великого такого, ну записал и записал. То есть понимаете, вот как Павел говорит, чем бы похвалиться, и с такими вещами, которыми похвалиться очень сложно. Но что интересно, вот именно из таких вещей, из таких проблем и состоит наша вся жизнь. Мы часто на них не обращаем внимания, мы думаем, ааа, не для того я сапоги-скороходы покупал, чтобы с этими мизерными проблемами сталкиваться, не для того я столько претерпел в жизни, учился всему там в библейской школе, чтобы тут какие-то бумажки перекладывать в церкви. Нет, не для этого. Я хочу с великими вещами сражаться. Мелочи не для меня. Вот Змей Горыныч придет, тогда зовите. И мы ждем вот таких свершений, а их нет и нет, нет и нет, нет и нет. И я абсолютно убежден, что вот величие апостола Павла не в том, что с ним бывало что-то происходило, а именно в 28 стихе, потому что невозможно вот создать ту работу, которую создал апостол Павел, вот целую сеть церквей, которых он учил, которых он посещал, которым он писал письма, да, и при этом не выполнять вот то, что именно сказано в 28 стихе. сказано, да, и кроме всего этого, и того, что я не перечисляю, еще каждодневный груз, забот обо всех, обо всех церквах. Каждодневный груз, груз забот. И вот посмотрите, очень интересно, дальше апостол Павел, я вам напоминаю, что в оригинале текст не поделен ни на стихи, ни на главы, то есть мы думаем тут дальше после 11-12 глава, на самом деле там просто продолжение, продолжение текста. И вот когда мы открываем 12-ю главу, Павел продолжает уже писать о своих откровениях, дальше он говорит о сложностях, да, что даже переживая Господа, переживая сильнейшее Божье присутствие, как он здесь пишет про третье небо, да, тем не менее есть вещи, которые докучают, здесь не так важно, что это за ангел сатаны, потому что у каждого из нас есть вещи, которых бы нам не хотелось, чтобы они были, а они есть, тем не менее. И вот то, что я хотел обратить ваше внимание, это вот 9-й стих 12-й главы. «Но Господь сказал мне, пишет апостол Павел, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила, сила Христова. охотнее буду хвалиться немощами, ибо когда я немощен, тогда силен, да, сила Божья совершается в немощи». Это как вот у нас дома нет телевизора, да, у нас просто, вот как в церкви есть такие проекторы, и мы иногда по вечерам смотрим фильмы, вот, и у нас нету занавесок почему-то, у нас ни занавесок, ни штор нету на окнах. Мы уже много лет живем, как-то вот нет, вот, как-то все собирались купить, а как-то вот и не купили. Думаешь, ну, как бы шторы и потом. Ну и так потом, из года в год и шторы у нас нету. Сейчас даже хорошо, к нам приходят друзья, родственники с маленькими детишками, и нечего им срывать, вот. И некоторые говорят, как вы предусмотрительны, убрали шторы, у нас все шторы пообрывали. Думаю, слава Господу, Бог знал, вот, что ты к нам придешь, поэтому не дал мне возможность купить шторы. Вот. И поэтому, вот, у нас нет штор до сих пор, да, и у нас проекторы, мы можем смотреть, и вы знаете, что вот, что чем ярче, чем ярче свет, тем меньше видно экран, да, вот если вот, можно здесь вот, если вот свет включим посильнее, да, то экран, он уже будет не такой яркий, а если будет полностью, это можно вообще не заметить. Поэтому мы у себя дома можем смотреть фильмы только в определенное время, когда темно. Штор нету, занавесить нечего, мы смотрим только, когда темно. Днем у нас кинозал не работает, потому что свет остается тот же самый, но яркость комнаты разная. И вот точно так же апостол Павел говорит, в чем вот именно сила Божья, благодать Божия проявляется, проявляется в немощи. Чем больше мы узнаем немощь, да, тем вот ярче сияние Божьей благодати, ярче вот это проявление Божьей милости в нашей жизни. Поэтому апостол Павел и говорит, я охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И вы поймите, если Бог нам что-то дает, то Он дает необходимое для нашей, невыдуманной, не для мира фантазии, а необходимое для нашей реальной жизни. Бог стремится, чтобы мы были благословенными в нашей реальной жизни. Поэтому, когда ты придумываешь себе жизнь, вот выдуманная жизнь в фантазии, где чудовище, где змей Горыныч, где тебе необходимо вот меч-кладенец, ковер-самолет, вот и ты думаешь, что такое Божья благодать, мы связываем Божью благодать с мечом-кладенцом, мы связываем Божью благодать с сапогами, с хороходами, с ковром, с самолетом, вот мы с чем связываем Божью благодать. Но здесь совсем иная картина драгоценная, совсем иная картина Божьей благодати. Бог нам показывает, что Его благодать это то, что Бог изливает на нашу жизнь, то, чем Он наполняет нашу жизнь с вами постоянно. Вот смотрите, есть еще одно интересное место про Божью благодать, вот опять, это уже первое послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, пятнадцатая глава. Смотрите, апостол Павел здесь опять рассказывает о себе в девятом стихе. «Ибо я наименьший из апостолов». Я сейчас буду читать уже по синодальному переводу, не по современному. «Я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божьей есмь то, что есмь. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной». Вот вы знаете, здесь вот в этом десятом стихе апостол Павел вот затрагивает тему, о которой в христианстве немало споров. Немало споров. Вот, например, я помню, когда мы издали брошюрку о истории нашей церкви, то там в рассказе была вот такая фраза, что Виктор Судаков является пастором и основателем церкви «Новая жизнь города Екатеринбурга». И тут же как бы приходят люди и говорят, как вот вы написали Виктор Судаков, а не Иисус ли основатель нашей церкви? А если основатель нашей церкви не Иисус, а Виктор, то получается, она не церковь Христа, это церковь Судакова. Как же так? И вот нам кажется, что вот такие разговоры, они очень духовные, очень духовные. как бы вот когда подходят там тебя и говорят «Ой, пастор, спасибо, сегодня Бог так коснулся через твою проповедь», они все ждать и должны сказать «Нет, брат, не я, Господь все видит». Да, как не я? Вы что, а кто еще-то? Кто еще-то, если не я? Поэтому смотрите, апостол Павел, он здесь и говорит и одно, и другое, он говорит «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Но он реально больше потрудился, чем другие апостолы. Вот у других были все преимущества, они лично Христа видели, да, лично его учения слушали, лично практиковались с ним в школе исцеления и изгнания бесов. Апостол Павел при жизни не встречался с Иисусом Христом. Однако сегодня большая часть посланий написана кем? Павлом. Да вообще, даже когда мы говорим апостол, у нас сразу шло сочетание апостол, Павел. Но не Филипп же, не Фома же, не Варфоломей же, не Матфей же. Мы сразу думаем апостол Павел. В чем же секрет апостола Павла? А вот именно в том, я более всех их потрудился. То есть апостол Павел был трудяга. И он добавляет вот для духовных людей. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. И понятно, что, ну да, что мы можем сделать без благодати Божьей? Да ничего. Но в то же самое время почему-то благодать есть у всех, а вот Павел потрудился, а другие как-то, у них есть великая благодать, но как-то эта благодать через них не проявилась. Почему? Потому что они как-то не потрудились, ничего не сделали. И возникает вопрос, ребят, а зачем же мы одно противопоставляем другому, либо я, либо Господь? А нельзя, что ли, как-то вместе? Потому что, конечно же, все связано. И все эти вопросы, свободная воля или Божье предопределение, это надуманные вопросы, это просто философия для ума, потому что в реальной жизни таких противоречий нет. У Бога весь мир связан. Не то, что тут благодать, вот ты, эта благодать наполняет тебя, ты начинаешь что-то делать или не делать. Все связано. Без его благодати ты не мог бы ничего сделать. Но, имея благодать и ничего не делая, эта благодать будет какой? Тщетной. Здесь так и написано. Тщетна благодать. То есть, наличие благодати Божьей может быть тщетна. И, конечно же, Иисус является основателем церкви. Но если бы я не потрудился, то церкви бы не было, несмотря на то, что благодать была. Понимаете? Благодать была. И Бог дает нам свою великую благодать. Как я сказал в самом начале, никак мы думаем для каких-то великих свершений. И мы себя ждем, и мы ждем, и себя готовим к этим великим свершениям. А Баба Яга не летит и не летит. А драконов все не видно и не видно. Вот кого освобождать, непонятно. Где этот замок? Не ясно. И мы ждем, 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 ждем. И апостол Павел обращается вот к такому ждуну и говорит, ты чего? Божья благодать есть. Для тебя довольна этой благодатью. Ты чего ждешь? Я жду великих проблем, великих сложностей, великих бесов и демонов. Подожди, подожди. А вот этот каждодневный груз, забот, который ты делаешь изо дня. А, не, 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 не. Это зачем благодать? Это я справлюсь. А я сам от себя не хочу. Только в благодати готов действовать. Так тебе благодать-то и дана. Поэтому смотрите, вот во втором послании, во втором послании Коринфянам, в шестой главе, да, вот в шестой главе, здесь и говорится, мы же, первый стих, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. То есть апостол Павел говорит, благодать во мне была нечетна. Но я это пишу не чтобы похвалиться, а вот нечетно во мне благодать. Вот молодец я большой. Подтрудился больше всех апостолов, как-никак. Он это пишет для того, чтобы помочь людям, верующим в Коринфе. Он говорит, мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. Ибо сказано, смотрите, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И здесь Павел показывает, как же люди упускают Божью благодать. Они не ценят то время, в котором находятся, не ценят вот именно настоящее, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. они ждут чего-то великого, они ожидают, они к чему-то готовятся, и пока не умрут, там так и будут готовиться. Потому что ничего не произойдет, ничего не свершится. Жизнь состоит из каждодневных мелких и не очень мелких забот. Каждый день, каждый день, каждый день. Бог, для чего же ты мне даешь эту великую благодать такую, зачем же ты мне ее даешь? А вот именно для этого дня Бог тебе и дает благодать, чтобы ты преодолевал эти вещи, чтобы ты занимался, чтобы ты трудился, чтобы ты делал шаг за шагом, шаг за шагом. Лучка же, это невеликий шаг, может быть невеликий, но все великие пути состоят из этих маленьких шажков, и ты призван идти, и Бог дает тебе благодать. Для чего? Для, для ежедневной жизни. И поэтому, смотрите, вот знаменитые слова, я думаю, по-новому воспримутся, знаменитые слова из плача, Иеремии, 3 глава, 21 стих. Вот что я отвечу сердцу моему, когда печаль, тоска, скорбь, проблемы разные. Вот что я отвечу сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не источилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Бог дает нам милость не перед великими свершениями, не перед великими битвами, не перед великими победами. Бог дает нам свою милость каждое утро. Он дает тебе милость, чтобы ты прожил сегодняшний день благословенный, благоприятный день славы, день спасения. Скажешь, да Виктор, да никаких у меня сегодня особых дел нет, это вообще воскресенье, день выходной, у меня по планам после собрания пообедать и спать лечь, и все. Каких-то великих свершений нет. И вот мы так вот думаем, что как-то день не такой, и мы не понимаем этого. Мы так готовимся и готовимся, а Бог дает нам благодать для повседневной жизни, потому что мы не живем там в каких-то все время битвах великих, или в каких-то подвигах, или подъемах на Эвересты. Мы часто живем вот в обычных бытовых заботах. И вот вы знаете, жить обычной ежедневной жизнью и переживать Бога, переживать Его благодать, это и есть то величайшее откровение, которое скрыто от многих христиан, которые готовятся к великому пробуждению. Это одно из великих проклятий церкви, это подготовка к великому пробуждению. Мы сейчас все напряжемся, оно должно прийти. Одно поколение умирает, другое поколение, все готовимся. Ребят, к чему мы все готовимся? К чему? К великому излиянию. К какому великому излиянию ты готовишься? Ну, к какому? Потому что сегодня, вот сегодня, вот именно в этот день время благоприятное. Вот оно, вот она твоя жизнь, вот она здесь. И именно вот для этой повседневной жизни Бог и дает тебе свою великую благодать, чтобы ты жил этой обычной жизни, но переживал его славу, его присутствие, его чудеса, его руку, слышал его голос, вот сегодня, вот не завтра, не излияние последнего, вот сейчас, вот сейчас, чтобы ты переживал его милость и переживал его удивительную благодать. и сегодня утром Бог дан нам эту милость вот для этого дня, вот для этого дня. И у каждого из нас есть, у каждого список сегодняшних, ежедневных своих забот, сложностей. Понимаете, кто-то может там поссорился с кем-нибудь, кто-то в семье там ссора, у кого-то там на работе конфликт, кто-то там не может найти со служивцами общий язык, кто-то с детьми, кто-то с мужем, кто-то с женой, кто-то должен что-то сегодня сделать, и ты уже откладывал, а уже дальше откладывать нельзя, уже скоро Новый год, тебе нужно это сделать, там какой-нибудь шкаф перенести, из одного угла в другой, что-то жена задумала обновление комнаты, например, и ты знаешь, такие простые вещи, так вот драгоценный Бог дает нам милость сегодня для того, чтобы все это совершить. Я понимаю, что об этом не напишешь, как о своих подвигах. Апостол Павел какие-то вещи выделил, а об остальном написал ежедневная забота, ежедневный труд заботы. Но не случайно в другом послании у него такое словосочетание труд любви. Казалось бы, несочетаемые два понятия. Любовь это вдохновение, как на крыльях, это порыв и труд что-то такое тяжелое, вот такое рутинное, да? Как это сочетать? Да очень просто. Не бывает вот любви какой-то, вот мы все готовимся к любви, к великой встрече, как будто сегодня нам некого любить. Скажешь, а кого пастор? Ну, как кого? Тебя, наверное, кто-нибудь там задеял, кто-нибудь обидел, кто-то недопонял. И вот любить это примиряться, не держать обиды, не завидовать, прощать. и это происходит через труд. Скажешь, ну, я не знаю, я не могу просить, подожди, то есть ты можешь вот подойти к человеку, которого ты обидел, и попросить у него прощения. Ну, это я могу. А чего ждешь? Мы ожидаем, что любовь это вот как-то раз, как-то все поменяется. А вот так вот сделать обычные вещи мы не хотим. мы ожидаем какой-то благодати. А благодать такая вот, она тщетна, потому что настоящая Божья благодать всегда связана с нами. Поэтому можно сказать так, что Иисус основал церковь, новая жизнь Екатерин Мурга, а можно Виктор Судаков основал церковь. И то, и другое. Правильно, когда человек движется в Божьей благодати, понимаете? В Божьей благодати. И пытаться вот говорить, нет, вот тут вот ты себе славу берешь. Это просто религиозные мозги, которые придираются к словам, не понимая сути. Настоящая благодать, она приходит, да? И чудеса совершаются. Но ты предпринимаешь некоторые шаги со своей стороны. Ты делаешь то, что ты можешь делать. Скажешь, пастор, а какая, а силы где взять? Да от Божьей благодати взять силы. Иначе у тебя ничего не получится. Вот вы каждый из вас подумайте, сколько вещей вы могли бы сделать, но не сделали. В скольких вещах была Божья благодать вами потеряна. Потеряна. Бог дает благодать, а она тщетна. Я даже смотрел на свою жизнь. Вот я со стыдом скажу, есть много вещей, которых я в жизни упустил. Упустил. Из-за чего? Благодати не было. Была благодать. Лень. Лень. И благодать тщетна. Из-за чего? Из-за лени. Помню, мне очень нравились проповедники, которые выходят на сцену и тут играет прославление. Как правило, в прославлении люди музыкальные, голосистые все. И вот выходит проповедник, и дух Божий так сильно касается проповедника, он хочет выйти на сцену и так тоже со всеми петь, петь, петь. и вот проповедник бывает открывает рот, и все такие думают, ой, господи, быстрее бы закончилось уже это. А вот есть некоторые проповедники, вот я вот видел такие вот музыкальные, они могут выйти еще там целый час с прославлением петь, и петь, и петь, и петь. И я смотрел на это и думал, вот я хочу, чтобы выйти, и так петь. И я пытался это делать, а потом брал, когда записи и слушал, вот, я как бы пою хорошо в духе, но не всегда интонирую куда надо. Вот. Я даже этого не понимаю, но жена говорит, ты поешь хорошо, но интонируешь не всегда хорошо. То есть иногда это вот не туда. Вот. И я такой думаю, ну как вот, у меня голос в руках, вроде есть. Вот Бог дал мне благодать, Бог дал мне, Бог дал мне голос. Даже помню, когда Диана поступала в консерваторию, вот, и я пошел узнавать, поступила она или нет. Я помню, ехал, поступил я или нет. Я приехал, и там был декан, и куча там абитуриентов, которые все, а мы поступили, мы поступили, а вот я. И он там зачитывал, и я немножко опоздал, вот, и там уже зачитали, и я такой стоял сзади, и говорю, а Судакова поступила? И декан тут же поднял голову и говорит, молодой человек, как ваша фамилия? Я говорю, да я не поступающий, я муж. а, вы муж. Вот. то есть, я сразу понял, что он мой голос выделил среди всех. Я подумал, это что за певец тут у нас? Будущее. Но я был не певец, а был муж певицы. Вот. И я знаю, что Бог дал мне голос, но поймите, с ним надо работать. И я помню, я думаю, да, надо работать, у меня такой голос, Бог дал мне голос, но надо с ним работать, надо работать, чтобы я, ну, интонировал куда надо. А не просто так в духе пел, пел, мне казалось, так это прекрасно. А потом говорят, такое сильное собрание, только пой поменьше. Вот. И я решил, думаю, все. Думаю, буду заниматься. Но с женой вокалом я заниматься не стал, потому что, ну, вы сами понимаете, мир в семье дороже. А занятие это всегда у тебя что-то не получается и лучше заниматься с незнакомым человеком или, скажем так, ну, не с членом семьи, потому что, вот, я скажу, ну, надо сделать. А тут скажут, что жена сказала мне, что тебе не нравится, как я пою или что? Вот. Поэтому я решил заниматься с Галиной Казанцевой. Вот. И я говорю, Галя, мне надо голос поставить, мне Бог дал дар, говорю, надо петь, чтобы туда интонировать. Она говорит, да, хорошо, Виктор, позанимаюсь с тобой. Вот. Ну, и начали мы с ней заниматься. Она сидела на пенино, играла, играла. Я так заскучал, потому что, я не этого хотел. Я хотел того, что я вот выхожу на сцену и начинаю тут, ууу, и все такие, просто от голоса, красивого, помазанного, да еще плюс с Духом Святым, все просто падают от силы Божьей, да? Вот я что хотел. А тут сидишь, и что-то такое, она говорит, нет, Виктор, не туда. Я такой, не туда немножко, не туда немножко, не туда. Да что ж такое-то дома, это что-то такое. Ну, это что-то, это разве слава Божья, это все. Короче, занимались мы с Галей, знаете, сколько? Один раз. Я потом понял, что это как-то не для меня, что это для серьезных каких-то, ну, как бы Галя меня не поняла, она же, она не поняла, что я хочу не все прославление вести, мне же надо всего было там где-нибудь полчасика петь. Занималась она чересчур сильно, понимаете? Так, так, так с пастерами нельзя заниматься, это же, она убила мою веру просто-напросто. Я вдруг понял, что тут, короче, надо пахать, а я же хотел так быстро-быстро, вот, опять-таки, благодаря сказкам нашим, да, помоги-ка Петя научиться мне петь, наступил мне в детстве на ухо медведь, да, и он тебе раз-раз-раз там, петушок тебе, и волк начинает, я вернулась, а козеточки домой, красиво. Вот, и нам хочется все, пришел к Пете, и там, или к Казанцевым, они там, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и такой, о-о-о-ве, Мария, и все такие, вау, а тут я понял, короче, надо пахать, и судя по первому уроку, я понял, что лично мне пахать нужно много, вот, в этой сфере, и как-то у меня помазание ушло, я так подумал, что-то я понапридумывал себе, пускай казанцевые поют здесь, нормальненько, а я выйду там чуть-чуть, пять минут, и к пробоведу перейду быстро, что я и делаю сейчас, да, то есть, вы понимаете, это яркий привет, что ты мог что-то сделать, и более того, Бог дал тебе благодать, скажешь, если бы не Бог дал благодать, я бы вышел и запел, а Бог дал тебе благодать, чтобы ты занимался изо дня в день, а мы такой благодати не хотим, для нас же благодать, это по щечему велению, по моему хотению, а Бог дает благодать, каждое утро, каждый день, Бог дает тебе благодать, дает тебе благодать, и если ты не потеряешь эти возможности, а будешь ее использовать, будет трудно, груз ежедневных забот, я ведь знаю, вот драгоценные сестры, у которых особенно дети маленькие, я ведь знаю, что как вам непросто приходится каждый день, сложнее только, когда ваши маленькие дети вырастут, тут вообще, тут вообще сложно, потому что я этого засунул в ходунки, куда-нибудь в кроватку, и сидит, а эти ползают везде, и уже не засунешь никуда, и такие сложности, и самое интересное, вот не похвалишься этим, потому что, а что в этом особенного, ну скажешь, вот я вот воспитала, вот у меня ребенку там, два годика, и вот я, ну и что, хотя на самом деле, именно в этом и есть сила Божья, и благодать Божья, она может быть невидима, ей нельзя похвалиться, вот это я такой, но это все именно настоящее, и за дня в день, любить человека, это благодать Божья, братья, мужи, то, что, например, вот жена может 26 лет жить с тобой, и любить тебя, как ты это объяснишь? Благодать, благодать, потому что я иногда не могу себя собственного вынести, хотя я себя очень люблю, и то тяжело, а другим, а ведь никто не знает тебя настоящего, как тот, кто рядом с тобой, вот этот вот труд любви, ежедневный, который проявляется не в подвигах с замками там, и с принцессами, и с драконами, а в уборке носков, вытеряние в столов, вот такая повседневная работа, рутина, но вот вы знаете, уметь научиться жить обычной повседневной жизнью, но при этом в Божьей благодати, ощущая его присутствие в обычных повседневных вещах, это и есть обрести Божье присутствие, в реальной жизни, это не то, что ты пришел однажды на конференцию и обрушилась на тебя, пошел однажды там куда-то, на собрание, в какой-нибудь другой город уехал и наполнило тебя, такие вещи происходят, только это не благодать, это эмоциональное вдохновение, я ничего против эмоционального вдохновения не имею, я сам люблю эмоционально повдохновляться, я люблю душесчипательные фильмы, люблю какие-то там истории, мне это нравится, только не нужно путать душесчипательные истории, какие-нибудь там эмоциональные подъемы и Божью благодать, потому что Божья благодать и Божья сила часто являются не на великих конференциях и помазанных собраниях, а в немощи, то есть в обычных, сложных, повседневных, невеликих, но таких навязчивых заботах каждого дня, и вот уметь жить в этом всем и тем не менее быть переполненным Богом, Его присутствием, это стать теперь послушайте самое главное, только тогда вы сможете стать тем, кем вы на самом деле должны быть, и вот об этом как раз апостол Павел-то и пишет, я еще раз прочитаю, но благодатью Божью, это 1 Коринфянам 15, 10, но благодатью Божью есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая во мне, я прочитаю по современному переводу, но по благодатью Божьей, я есть тот, кто есть, и его благодать во мне была не напрасной, я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной, я, когда не так давно вот читал эти слова апостола Павла, да, благодатью Божьей есть им то, что есть им, или в современном переводе я есть тот, кто я и есть, я вдруг вспомнил слова Господа о себе, смотрите, исход 3 глава 13 стих, и опять-таки я прочитаю вам по современному переводу, да, а вы смотрите по синодальному, Моисей спросил, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, меня к вам послал Бог ваших отцов, а если они спросят, как его имя, что мне ответить, и вот 14 стих Бог сказал Моисею в синодальном переводе говорится я есть им сущие дословно переведено в современном переводе послушайте Бог сказал Моисею я тот кто я есть так и ответится нам Израилевым меня послал к вам тот чье имя я есть Бог говоря о себе мы должны понимать всякие имена человеческие условны там на небе еще есть какие-то ангельские языки прочее 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 и поэтому Бог говорит о себе я есть тот кто есть он есть тот кто есть он Бог совершенный всемогущий вездесущий вечный мы часто говорим про грех грех стал таким опять-таки устаревшим религиозным понятием но если мы уберем вот это понятие грех и наполним обычными вещами что такое грех зависть обиды лень и все это да то что мы называем грехом вот эти обычные вещи они как раз делают нас не теми кем мы быть должны не теми кем Бог запланировал нам быть мы пренебрегаем тем что мы можем делать обижаемся завидуем ленинся и таким образом перекрываем работу Божьей благодати в нас и через нас и такая благодать становится тщетной и смотришь на жизнь такого человека и ты понимаешь он есть не тот кто есть Бог желает видеть его совсем иным человеком я не имею ввиду сказочным героем с мечом кладенцом или на ковре самолете летящим а человека который живет вот сегодняшний день живет в настоящем и с Божьей силой с Божьей помощью с Божьей благодатью совершает вот эти ежедневные рутинные дела вот эти всевозможные заботы преодолевает и в конце концов становится тем кем должен быть благодатью Божьей я есть тот кто есть и таким образом мы подавляемся Богу который есть тот кто есть потому что он наш небесный отец но мы есть не то кем должны быть потому что часто это благодать тщетно и вот ты являешься именно тем человеком насколько ты допускаешь Божьей благодати действовать в тебе через тебя а это происходит не во время великих свершений битв сражений там а в ежедневном пребывании сталкивание с ежедневными мелочами и прочими этими делами заботами сложностями но ты в благодати Божьей это делаешь преодолеваешь трудишься и становишься тем кем должен быть по благодати Господа давайте закроем сейчас глаза и склоним головы я бы хотел чтобы вот слово о котором мы сейчас с вами говорили ты воспринял как послание лично для себя я думаю не только я один в этом зале но и другие люди могут припомнить как благодать Божья была вами тщетно принята возможно вы что-то должны были совершить а так и не совершили почему не было Божьей силы благодати это все было вы просто поленились а еще религиозная отговорка ну Богу было бы надо он как-то бы меня вот сподвиг и мы любим оправдывать нашу лень мы любим прятаться часто за каким-то не библейскими а такими философскими разговорами что есть благодать а что есть я где действую я а где действует Бог во мне вот мы любим вот это вот рассуждать но не делать потому что в рассуждениях много нерешенных вопросов а в жизни все понятно просто не хочется вот ты должен сделать это и это и это всем понятно но тебе не хочется этого делать вот великой ты бы готов был потратить свои силы а вот для ежедневных забот ну как-то нам лень мы понимаем что надо но лень и мы даем свободу нашей лени праздности много говорим мало делаем благодать благодать его тщетно и мы есть не то кем должны быть я просто молю господа чтобы сегодня ко многим из нас пришло вот это озарение вот этот день сегодняшний день этот день божий день благословения день спасения и самого утра бог излил свою милость великую благодать на нас которую мы должны взять и чтобы она не была тщетно нам дарована действовать в ней не просто как раб который вынужден делать опостылившую работу а как человек свободный который с помощью Божьей благодати живет в этом в этом мире и переживает Бога каждый день в обычных вещах в обычных делах вы вдруг начнете видеть царя царей и господа господствующих эти великие посещения которые ожидались на великих конференциях будут с вами происходить ежедневно его присутствие будет приходить ежедневно его милость и благодать не будут тщетно приняты вами всемогущий господь ты призываешь нас вникать в себя и в учения я молю чтобы мы вникая сейчас в слово твоем вникли в себя в свою жизнь господь как часто мы не живем в твоей благодати потому что ленимся потому что праздны потому что просто не хотим и ожидаем каких-то непонятных чудес вместо того чтобы двигаться в твоей благодати соединив свои усилия и решения с твоей милостью благослови моих братьев благослови моих сестер чтобы сегодня здесь господи они осознали что имеют все для решения забот этого дня проблем этого дня довольна для нас твоей благодати господи довольна боже для нас твоей милости благослови благослови иисус благослови господь благослови иисус аллилуйя каждый день ты даешь нам все необходимое для того чтобы мы прожили счастливыми этот день независимо от всех забот сложности трудности чтобы мы переживали твое присутствие в этот день господи я молю не дай дьяволу обмануть нас чтобы ни один день мы не упустили не растратили впустую потому что сегодня время благоприятное сегодня день спасения сегодня милость твоя велика ты верный бог ты не пропускаешь ни одного дня чтобы не дать нам свежую реку милости освежающий поток для нашей души для нашего сердца спасибо тебе иисус ты так любишь нас что несмотря на все наши недостатки ты нас прощаешь и снова даешь новую милость и благодать ибо велика верность твоя спасибо тебе за милость сегодня дай нам этот день прожить полноценно чтобы во всех повседневных делах и заботах видеть твою руку и жить в радости жить полноценно видеть тебя даже в мелочах даже в деталях видеть твое проявление твоей милости и благодати спасибо тебе иисус спасибо тебе иисус если у кого-то есть обида на другого сейчас есть твоя благодать бог чтобы прощение пришло если у кого-то есть горечь сейчас здесь благодать чтобы сердце исцелилось если кто-то обеспокоен или встревожен сейчас здесь есть благодать обрести мир и покой вы просто должны это принимать верой в свою жизнь господи брать это верой в свои души в свои сердца в свои жизни в свои семьи в свои судьбы ибо благодать твоя она для каждого дня не просто для великих дней для особых дней нет твоя благодать для каждого дня для каждого дня и сегодня не исключение Я молю, чтобы мы входили в эту благодать Чтобы она не была тщетна в нашей жизни Но мы действовали в Твоей благодати Жили, дышали Творили, Боже, в Твоей благодати И были, Боже, Твоими детьми Подобными Тебе Теми, кем должны быть Как Павел был тем Кто есть Потому что не тщетно принял благодать И я молю, мой Бог, чтобы Мы были теми, кем Ты запланировал нас быть Не искаженной, извращенной Грехом и плотью Копией какой-то А по Твоему образу и подобию Созданные и живущие Слава Тебе Честь И хвала Слава Тебе 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 Слава Тебе